Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразовый Пушковский Байкал, 10 мая Так и не пришлось спать эту ночь, но все бодры и веселы. Едем в поезде и делимся последними впечатлениями. Перед нашими глазами все время долина Ангары и сама Ангара. Холодная, недоступная, чистая, как слеза. Она вся, как жемчужина, усыпана мелкими кусками белого льда. А дальше за Ангарой туманная даль холмов, отрогов и синева их лесов. Передают подробности крушения Петропавловска. Несколько деталей, которых и раньше я не слыхал. Например, такая. В момент взрыва Великий Князь стоял на левой стороне мостика. С ним стояли Макаров, Малас, Кобе. Инстинктивно Великий Князь бросился на правую сторону, перешагнув через лежавшего уже Маласа. Великий Князь запомнил эту лежащую фигуру, спокойное лицо и кровь, которая текла с виска. Он помнит, как спускался на руках с мостика, как на его глазах палуба, пока он еще хотел спрыгнуть, на нее уже стала погружаться. Затем следующий взрыв, которым и обожгло, и отбросило его так далеко в море, что он очутился вне зоны водоворота, образовавшегося там, где погрузился корабль. Это и спасло его. Когда он выплыл, Петропавловска уже не было. Он ухватился за какую-то деревянную крышку и стал кричать проходившему миноносцу. Его не узнали. Его и Яковлева подобрал немного спустя катер другого миноносца. Он помнит, что первое его движение, когда его посадили на катер, было желание раздеться. На доводы офицера он отвечал «Жарко». До пяти часов он был на ногах, но затем температура стала подниматься, и его уложили. Повреждения, в общем, незначительные, но потрясение нравственное, громадное. Следы этого потрясения чувствовались и в дороге. Он точно уходит и, очевидно, опять и опять переживает страшные мгновения. Рассказывает о том, какой дикий ужас охватил людей, стоявших в двухстах сажениях на берегу. По словам одного очевидца, было ощущение чего-то общего с Петропавловском. Все пошли на дно. Все переживали этот дикий кошмар наяву. Всех рвало на части, и все дико кричали от боли и ужаса. Бежали и кричали. Великий князь Борис Владимирович так крича добежал до вокзала. К этому еще надо принять во внимание и всю ту взвинченную до последней степени обстановку, которая создалась в эти дни на Петропавловске. Нервная система адмирала, не спавшего последние ночи, была, говорят, напряжена до последней степени. Это тяжело отражалось на всех. Говорят, что ввиду того, что броненосцам никогда на практике пускать мин не приходится, решено не держать на них впредь ни мин, ни таких взрывчатых веществ, как пероксилин, взрывающийся даже от детонации. Говорят, что старая система стрельбы из батареи по квадратам будет заменена новой системой, сосредоточенной. Система одного нашего полковника. Она заключается в том, что все батареи стреляют в одну точку с достижением такого эффекта, чтобы все снаряды прилетали в ту же точку одновременно. Видевшие опыт говорят, что эффект от этого града из ядер и бомб непередаваемый. Корабль, на котором сосредоточится такой общий залп, обречен на неминуемую гибель. Мы слушаем все эти рассказы, пока не раздается чей-то возглас. Байкал! Мы все бросаемся к окнам. Небо все уже свинцовое. Угрюмая даль уже потемневшего льда. Бесконечная даль с низким горизонтом. Угрюмым, безмолвным, холодным, как этот лед. Вырисовывается берег, острый, кряжистый, постоянно уходящий в туманную даль. За поворотом в каком-то тесном переулке станция. Маленькая, недостроенная, с массой валяющегося леса. Тут и пристань. Над бревенчатой пристанью и над станцией рисуется силуэт ледокола Байкал. Он поднимает за раз 27 вагонов. Кроме того, у пристани ангара баржа, которая тоже может, но уже с перегрузкой, перевозить чуть ли не такое же количество груза. Но высота ледокола Байкал вызывает во мне опасение, что при такой высоте он может и опрокинуться в сильную боковую бурю, например. Хотя это только впечатление и, несомненно, неверное. На вокзале оказались инженеры-строители круга Байкальской железной дороги. Когда же ваша дорога будет готова? Хотим к сентябрю закончить. Я знаю дорогу, знаю неимоверные трудности постройки и говорю, если вы к Новому году будете готовы, то и тогда вся постройка должна быть отнесена к области чудес. Мы идем в гости к моему другу Ка, повидать его милую семью. Нас оставляют обедать, но только что мы сели за стол, приносит записку от молодого инженера, помощника главного распорядителя на Байкале, следующего содержания. Только что узнал, что Байкал уже ушел, а ангара отправляется сейчас же. Мы проглатываем уже поданный суп, по два, по три куска второго, наскоро прощаемся и бежим. Третий свисток. Скорей, скорей! И последние пятьдесят сажен мы несемся, как можем. Сергей Иванович на хайду рассуждает. Идем ли мы шагом, чимся ли со скоростью поезда? Вся разница в минуте. Я останавливаюсь на мгновение, только чтобы попрощаться и расцеловаться с главным распорядителем. Но и эту задержку юркий, как ртуть он наверстывает. «Бежите сюда под линию! Здесь короче!» Его помощник провожает нас до Танхоя. Милый и любезный, он взял на себя труд усадить нас и в вагоны. И вот мы едем по льду. Все время от этого движения по льду шум, треск, пальба. Несмотря на то, что Байкал еще на горизонте, что едем мы по его следам, пароход уже загорожен во многих местах новыми громадными льдинами. Нос и у ангары так устроен, что легко взбираться на эти льдины, и весь пароход за ним. Льдина оседает, подается, треск, и мы проваливаемся опять в воду. На пароходе буфет, и мы кончаем наш обед. Все та же серая льдистая даль, и я сажусь за свой дневник. На том берегу озера Сергей Иванович меланхолично говорит, и вот мы уже по ту сторону. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...